4 дня жесткой диеты и зрение конечно начинает падать очень быстро не знаю искать причины сложно может быть надо начать есть казань привет друзья как дела расскажите как фитнес открылся в питере открывается 6 числа опять в ожидании еды я еще не ел сегодня 6 часов вечера я съел кусочек хлеба с утра и все поэтому мне кажется я заслужил что за диет низкокалорийная диета обычная любая диета она ориентирована на снижение веса тела она состоит точнее в ее основе лежит дефицит калорий поэтому сколько времени не были в режиме в каком режиме есть тренировок в зале ну сколько три или четыре внутри с лишним месяца а ничего не слышно и так прекрасно странно почему ничего не слышно фитнесе никого два-третьего а никого не туда добрые подскажите пожалуйста трули но употреблять на постоянной основе или два раз где ребят про струлин писал и подождите статью вот только что мне опять задали вопросы по какому-то из добавок я даже не помню сейчас честно говоря ребят но почему не взять и не перевернуть банку и прочитать как там написано любой производитель разные формы цитрулина бывает цитрат малат и так далее дозировка любой производитель указывает протокол рекомендуемый прием почему вы ищете какие-то особенные сверхэффективные способы я вот например ничего не ломался никогда себе голову покупаешь лекарства неважно какое вот это написано нужно выпить вот столько миллиграмм на такой то вес я беру и пью и никому не приходит голову писать вопросы в интернете как пить там же написано как по братьям к сладкому все время хочет сладкого слушайте ну попробуйте что-то хромосодержащие можете то есть любое вещество которое содержит хром в аптеке судьте я забыл называется лекарства и лекарства бат но в целом хром ответственно за углеводный обмен ограничили вы соль все нет не ограничил просто слушайте простите я плохо вижу а вот силу того что я ее очень мало ем в принципе я ничего не присаливаю какие добавки лучше период жиросжигания спасибо те добавки которые точнее добавки которые компенсируют недостаток тех или иных веществ например вы на диете соответственно употреблять снижайте количество там не знаю жиров снижайте количество полезных там рафинированных углеводов добавляйте клетчатку добавляете омега-3 жиры недостаток белка тяжело на есть белок а белок надо повышать протеин вот у меня был протеин при интенсивно сильно потею посоветуйте ну а чего посоветовать голосовали да я ходил на голосование только по моему они не за поправки в конституции как вы сформулировали то есть как бы автоматически звучит что я должен был поставить за при дефиците калорий насколько примерно процент допустимо падение силовых показателей с кем допустимо вот не просто интересно вот у вас упало на пять процентов вы спрашиваете допустимо это или нет я говорю слушать допустимо а у меня на 10 не допустим и что вы будете делать какая разница вы же как бы в чем идея то если вы пауэрлифтер и ваша задача удержаться в весовой категории точнее снизить весовой категории и удержать свои силовые показатели это одно обычному человеку ну потеряли вы 10 килограмм жиме лежали 20 какая разница вы же не пауэрлифтер а может быть омега-3 каждый день нужно при ежедневных тренировках да если девушки нужно набрать массу что съесть после силовой до нее банан протеин пд у вашей девушки должен быть расписан рацион питания на один день ну вот на день потом соответственно оставшиеся 6 дней в неделю где будет написано количество белков жиров и углеводов и если вам так удобнее общаться с ней например должно быть написано количество съеденной пищи например гречневая каша 80 граммов там я не знаю два яйца отварных и как вы это распределите в течение дня не имеет никакого значения то есть прямо от слова совсем никакого ну точнее она есть но не вам не мне точно вы не поймете разница поставить их выбирать качество качество с минимумом жира поддерживаете умеренную умеренный избыток вот старайтесь избыток калорийно содержать там где в районе 10-20 процентов все баскетбол качают по совместиму после 30 лет даже после 40 после 50 расскажите про низкую углеводную диету смысле рассказать диета которая имеет в своем составе как правило как правило менее 1 грамма углеводов на один килограмм 10 ну по-разному потому что нет четкого определения что такое без низко углеводных можно заменить сахар меду при диете можно что вы получите калории сахара замените калории с медом как бы если калорийность вашего рационного питания при такой рокировки изменится в меньшую сторону то конечно можно протянули бы ца протеин то есть такой вопрос олег здравствуйте изнута щек полезен полезен я не слышал о пользе протеином в как бы вот честно то есть и берешь открываешь протеина на тощак полезен для для чем полезен и я честно говоря не понимаю почему вы оцениваете какую-либо добавку по степени и пользы то есть добавка не должна по existence полезно должна какую-то объективную показатель стараться улучшить изменить дата не хватает белка вот вы получили дополнительный прием белка полезно этому конечно полезно вам не хватает жирный кислот вы добавили полезно это получить сбалансирует выше полезно вот прямо чтобы с утра и сразу польза какая-то было не знаю от молочи в целлюлит нет привет зарезали привет какое время эффективно принимать креатив на ваш взгляд на мой взгляд без разницы о чем я писал однозначно по относитесь к углеводным яму я не очень понимаю что вы имеете ввиду видимо с нулем калорий нормально я абсолютно легко переношу без углеводку полный голод все что угодно поэтому лично мое отношение звучит в следующем выбирайте любую диету которая является сбалансированным с точки зрения влияния на здоровье то есть витамины минеральные вещества макро а микронутриенты вот и выбирайте ту которую вы можете придерживаться долгое время можете придерживаться вот такого варианта там с углеводными нравится вам придерживать нравится кето диета придерживаться кето диета нравится какая-то другая ради бога ваш личный рекорд по жиму лежит 222 с половиной как питание отношусь я вот эту аббревиатуру с трудом представляю вероятнее всего это интервальное питание если интервально то я его использую практикую в течение уже по моему пяти или семи лет фастфуду раз в неделю можно сказать можно можно если вы калории считаете можете даже даже в течение дня процентов 10-15 добирать фастфуду какие дозы чего реально в неделю тюже понятия не имею это вопрос и причем странный вопрос потому что я видел людей и знаю точно абсолютно и себя ты обмануть не могу я знаю людей которые ставили все такие минимальные дозировки при там веся 110 120 права действительно очень умеренные и видел людей которые там по 75 80 килограмм ставились отреза больше поэтому не знаю как можно их обидеть нужен никому не нужны протеины кушать яйца то есть белки ну наверное раз вы так за всех отвечаете тут прямо даже не поспорить уверен что вы просто знакомы со всеми 200 с лишним тысячами аудитории моей и конечно они будут приятно удивлены узнав что надо есть яйца как продвинуться к модели хотя бы при хорошей форме модели не знаю какой модель подскажите пожалуйста как правильно худеть привезите основу форму года рождения точно так же даже если бы у вас не было ребенка даже если бы вы просто вот полный человек приходит соответственно должен определить соответствующее количество калорийности его рациона то есть количество съеденной пищи условно и она должна быть меньше чем вам требуется то есть вы едите как обычно начинаете хотя бы элементарно ли почитайте пост у меня в телеграм-канале диета без подсчета калорий да то есть просто хотя бы начните делать так сколько максимум без веса отжимания на врусе сделать не пробовал не пробовал думаю раз 60 70 не знаю думаю так где-то очень сильно потея петри ровка что нужно для употребления не знаю не знаю температура воздуха должна быть другая одно лицо с братом помолодел лет на 10 респект ну да витамины bc можно в один прием до минимальная доза инсулин понятия не имею вообще никак в жизни не использовал вас результат джиме лежа большему сторонному я не знаю как у андрюхи результат но мой результат вы можете увидеть на официальном сайте то есть это не просто я в зале где-то взял и пожалуй да то есть это просто официально на турнире по пауэрлифтинг уже мудрился прийти вместо занять а вот ну и соответственно это видео есть кстати говоря в инстаграм возможно набрать мышечную массу при 9 калорий снижая при этом жировую массу конечно называется рекомпозиция односторонний гинекомастии что делать выясните какого рода гинекомастия если это железе ткань то придется делать операцию вы делаете вакуумный массаж нет 5 из день не вредно нет не вредно ваше мнение по совмещении тренировок объемного бегу силовых тренировок замечательный вариант вы будете иметь короче принцип спортивной специализации звучит таким образом что тренирует и получаю будете тренировать два качества значит будет эффективно снижаться то есть вот и все поэтому как бы можно можно если вы чемпионату миру готовитесь параллельно по бодибилдингу и параллельно решили выступить по бегу то вы проиграете чем от мирова бодибилдингу точнее сделайте форму хуже чем могла бы быть но для обычного человека не принципиально творог лучше есть на ночь или утро какая разница вот что это за странный вопрос днем почему бы нельзя взять почему ночью нельзя съесть я например сегодня ночью сырники съел вот чувство убийцы сок при работе с резином может накачать хороший бизнес конечно статики нет с резиной до дробное питание приводит консульной резистентности нет я по крайней мере я об этом не слышал а если возник такой вопрос где можно найти правильную информацию тренировках ну у меня в telegram канале например у меня на youtube канале у меня на яндекс зене ну я не знаю просто клуб где как бы в интернете год принимается перед пробежкой варим тренировки перерыв нужно сделать хотя бы на месяц абсолютно нет никакой взаимосвязи вот пробить о игорь ваше мнение пабличка пятка на приседе есть для кого-то смысл есть лучше работать на технике и не мне ли вам говорить ребят очень на мой взгляд очень серьезный молодой человек который но относительно стасит для меня вот который очень неплохо разбирается в биомеханике я думаю лучше чем я игорь это души вот я себя приведу пример у меня таза доминантности и приседания то есть те кто знает что это такое это такое движение которое больше похоже на не на приседание на становиться это если я буду приседать с со свободным весом и чтобы мне ну понятно да то есть в этой связи вся нагрузка уходит в ягодичную и даже двуглавая там не очень сильно работает то есть все идет в задницу вся основная отработает и мне для того чтобы присесть так чтобы увеличился угол сгибания в коленном суставе мне приходилось прикладывать блинчики поэтому я для меня это возможность поменять свой таза доминантности или где-то на ближе к классическому вряд ли колено доминантами не будет поэтому я всегда делал это в гаке в тренажере смита как на дефицит набрать а также профицит ну как просто берете и набираете рекомпозицию никто не отменял в плане сахара мешает похудения мед в этом плане или лучше отметы зачем что значит мед и сахар вам похудение мешает избыток калорий в чем разные различия приседов параллели в пол в активности мышечной группы все никакой особенно это просто чем больше амплитуды чем ниже в пол тем больше мышц будет участвовать в основном речь идет о ягодичной мышцы тут не я часто занимаюсь сейчас каждый день всем привет думал ваше здание применить на себе у меня фитнес-клуб и банкротов слушайте я как бы очень сожалею как вам приседание плее я никогда не использовал мне плее приседание прийти если чему вы задали как про меня конкретно я не использую что вы думаете спортивное питание от сибирского здоровья не знаком ни с одной из продуктов что скажете о вашем опыте бодибилдинг принимали какую-либо фармакологию конечно ну слушайте я вот все то что вы знаете все то что было там там когда-то фармакологическом рынке какой-то год до 2016 2016 это 2008 вот вот все что можно вот любое название поэтому я не помню потому что любой скажете любой строго тело накачивается живот не уходит ну а почему он должен уходить понятно что и вряд ли он идет если диета не не соблюдается качаться применять периодизацию сушите периодизация она в самой сути заложено определенные циклирования какими-то переменными и это нет такого слова как часто периодизация есть периодизация вы используете линейную периодизацию там несколько месяцев потом вас отдых потом еще какую-то поэтому тут к в самом смысле в самом термина заложена суть можно построить тело исключительно ваших можно вы вряд ли станет чемпионом мира но неплохих результатов конечно может и к тому же домашние условия домашним условиям рост да то есть если дома есть хотя бы набор гантелей если есть турник есть петли trx ну если вдруг какие-то брусины это все вообще вот борода старик ребят я вам хочу сказать что борода никого не молодит я не видел ни одного молодого человека в 20 лет который бы отрастил себя отпустил бороду но если она у него растет и мускай суши братан ты на 16 лишь и на 15 ну по сути ну как бы вот ну так бывает поэтому очень странно бороду сбрели помолодели я ни разу не видел человек который бы сделал бороду и стал бы моложе почему говорит что гормон это не самое главное раз почему я говорю потому что ученые так говорят я же не эндокринолог я же не являюсь как бы исследованием следом не занимаюсь есть ученые эти ученые делают исследований делятся с нами я их читаю пытаюсь для вас адаптировать и соответственно говорю да то есть но я не ученый поэтому при приеме креатина эффективно до или по строк без разницы то есть разница настолько минимально что вы не почувствуете вот какой любим упражнение нет меня нет любит упражнение к рекомендует признать начало приседать сначала колени а потом то сводите в реабилитации наоборот как все-таки вернее я не знаю как реабилитации еще раз повторюсь вы смотрите на угол между коленным суставом в коленном суставе и угол то забедренном суставе сбоку встаньте снимите видео и посмотрите какой стиль приседания у вас вы не забывайте что культурист приседает не ради того чтобы поднять штангу а ради того чтобы накачать мышцы и соответственно если у вас тип приседаний таза доминантно вы качаете квадрицепс вы хоть там по переотводите свой таз ничего не получится может и на вас каждый первый день железный карте конечно можно бека паролемсинг можно совмещать масса людей совмещать как и наши техники которые используют сима я не знаю кто это если честно точнее я знаю футболиста такого да то есть в такой фамилии а вот по моему зените он играл вам даже тренер сейчас зенит но какую технику использовать если это болят паховые мышцы и отдает мне живота и траву приводящими не знаю не знаю но думаю что если вы прямо чувствуете и это никак не не уменьшается эти симптомы то надо конечно придать этому значению я к тому и совет много есть не помогает как не помогает ну как не помогает что начни помогает съешьте мне там не знаю неделю поешь по 8000 калорий если вы через неделю не не наберете вес тела ну тогда будем думать при сгибании но в тренажере вставляем колени или чуть не до разгибаем абсолютно не принципиально то есть здесь нет никакой серьезной разницы вот никто разгибания ног сидя не делается на два три четыре пять повторений в принципе прямая мышца бедра она уже к этому моменту уже достаточно но я все равно считаю что прожимать нужно как приседать с большими весами колено вовнутрь уходит мимо ну сушки не приседать с большими сами эко-эмилдранат не знаю вообще никогда не слышали зачитать насколько хорошую форму можно брать без стероидов чтобы сайт я не не могу понять что значит насколько хорошего хорошего какая шкала вы мне подать его знаете когда мне присылают на бревки до 20 фотографий или 10 и говорят вот так можно так можно так вот вот так на мой взгляд точно может а слова хорошие я не знаю честно приветствую что может советовать с неврологией между ребер на бывает пустым защемляет чему сушки не только у вас защемляет а я как бывший легко атлет метатель копья могу сказать что эти случаи бывали гораздо чаще чем у обычных людей потому что почти всегда движение скручивающие и это было достаточно часто ну слушайте не трудно ответить почему но так или иначе надо восстанавливаться но обычно через несколько дней проходит почему вы нажимы ощущаете дискомфорт в кистях может быть проблема конечно можно взять забинтуйте свои кисти все хлеб можно есть или это бесполезный продукт можно почему нет я опять же странный вопрос полезный продукт или бесполезный я никогда не оценивал продукты знаете открываешь холодильник такую а там лежит знаете и разные продукты были ему тут же бесполезный продукт а полезный где а полезные у меня вот здесь в отдельном ящичке ну как полезный бесполезный признается штанга мышцы забивается внутренней бедре левой ноги за счет прессу не знаю разно длинность ног вполне возможно посмотрите технику приседания вполне возможно что одну коленка одна колена во внутрь начинает смотреть может у меня разно длинность ног у меня почти до левая нога на полтора сантиметра короче по-моему левый ученый часто перебывается получается дворят может быть не совсем правильно слушайте артём скажите мне вы приходите к врачу и вас лечат ну лечит вот прямо от болезни еще а вы спрашиваете а ватку знаете ведь сушки но это ученые медицины а вы им такой но слушайте ученые же иногда ошибается может быть и не надо верять они скажут знаешь что ну так и иди лечись сам раз у тебя есть другие варианты естественно было время когда витамином c все лечили потом выяснилось что ну а как вот на сегодняшний день может быть неправильно если у вас есть другая какая-то теория или версии или самое главное другой подход ну как бы пожалуйста сериал этим а третий сезон смотрели нет су что я тему вообще не смотрел вот по моему ты по кингу есть не ошибаюсь вот если ошибаюсь вот такой какой такой мрачный фильм как красиво загореть я не знаю не специалист за города воли качать скулы летами а что значит скулы кости нет 8 возможно снижение уровня холестерина дефиците да 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 это правда да это я наблюдал на краток описать большими уже говорил не могу я я тем более как держать диету на сушку как выдержать диету на сушку иван я вот смотрите это какой-то странный вопрос вы понимаете что ограничение чего бы то ни было вызывает дискомфорт ну потому что вы чего-то получаете меньше чем нужно и вы хотите на елку забраться и 5 вот я сейчас сидел на диете три недели дом 200 небольшим да и я так кайфовал где-то в 14-15 мне плохо становилось как башка кружилась я вспоминал то те времена когда я сидел по месяцу полтора там на 50 граммах углеводов терял сознание но ты кайф мужик должен каким-то образом развивать себе там волю да но они как это называют вы не можете выдержать диету ну или как вам тяжело ну значит недостаток воли 5 я видел людей я видел людей которые зарубались в плавании под водой в плавании под водой ребят и один из пацанов потерял сознание то есть мы его вытаскивали потому что он уже терял сознание и понимал что он должен выиграть и он гипоксии от недостаток снарода просто потерял сознание мы вытаскивали потом вы плевого урок воду за рта потому что он хлыбнул то есть вот эта воля а когда человек сидит говорит ну как не при выдержит ну не знаю попробуйте вот заряд сделать с меньшим весом с большим повторениями абсолютно не обязательно а добрый вечер добрый как это наши витамину d3 сейчас не пью а так пила на постоянно стоит какое мясо предпочитаете не мясоед не люблю качаете ли пресса имеет смысл до качаю имеет смысл как вы питались две недели также как обычно один раз день там долго то есть 1300 калорий олигандрол препарат как не знаю вспомните вы самый интересный вопросом задавали подписчики сказать слышите надо будет подумать так сходу мне сложно придумать рада вас видеть приветствую очень интересно смотреть спасибо спасибо вам и вам нашу скетто диете лично я как бы ее никогда не использовала она замечательно работает вот если такой вопрос чем лучше убираться в рифе какие углеводы на ваш взгляд лучше пополнить дп дп гликогена слушайте ну на мой взгляд все-таки преобладать должны углеводы со средним и низким гликемическим индексом первый план дня пожалуйста пока печень не готова принимать спасен свободно готова принимайте простые но к вечеру заменяйте уже книги по анатомии слушать ну так и надо брать атлас анатомические без 90 какое количество углеводов килограмм не знаю здесь такого нету сериал черное зеркало конечно блок мира конечно смотрелся сессии все сезон не чувствую квадрицы воротней на ноги кроме разгибать ног сидя чувствует только ну слушайте я уже говорил не знаю почему а вот какое максимальное количество подходов вашей группы при трех занятиях full body не в подходах считается объемов количество стимулирующих повторений ребят пост лежит в ленте вы поймите вы можете сделать 10 подходов при десяти повторениях и из них 9 8 9 10 будут вот это самое но оставить поставить штангу на шестом повторении вы можете такие подходы сделать 50 все зависит того сколько стимулирующих повторения набрать бодибилдинг развития мышц павличных тяжелый атлетик развития сухожилий бодибилдинг развития мышц опороличных тяжелый ну слушайте я вот как и так не готов вот здесь сухожилия здесь мышцы ну слушайте глаза то вас не обманут да вы же видели некоторых пауэрлифтеров которые выглядят более мощно чем культуристы и видели же культуристов которые тренируются как культуристы но имеет силу у нас в зале есть человек мой тезка который узким хватом 220 жмет узким хватом жмет 220 когда жмет пауэрлифтеры уходит просто они говорят ну ты зачем сюда пришел причем чтобы вы понимали это не просто какие-то там пол амплитудного просто опускает на грудь и выжимает это не на одно повторение 1400 калорий выдержали на дети до 1300 были не меньше реально брать мышцы масса дел упражнения сильно увеличить рабочий высот держа их на уровне масса тела возможно но если вы будете прогрессировать в количестве повторений как удержать прилив от креатива 23 грамм килограмм удержать прилив не знаю то есть какой термин прилив я впервые слышу планирует приехать провести семинар в украине ребят пока никаких семинаров к сожалению нет надеюсь что они будут привет из беларуси привет каждый день качайте пресс на каком режиме каждый я сейчас бегу почти каждый день пробегая круг на перекладине пресс пробегая круг на прикладе пресс а вот сколько можно брать одного килограмма никогда не что ваш источник белка протеина рыбы не сушки нет нет яйца и протеин в частной диете прямо очень протеинами отхаживался были вас подопечность диабета 1 типа да нет там ничего особенного на самом деле вот просто нужно отслеживать уровень глюкозы просто ну вы как диабетик наверно знаете не сформулирую вопрос про скулы прошу прощения я не даже не курс и упражнение лучше заменить жим гантели на плечи чувствовать запор плечос так убирайте базовое упражнение убирать все же вы делаете отведение в сторону отведение назад и если нужно перенедырка перед собой вот фильм с вашим участием уже вышел у меня не было никаких участия в главной роли я очень играл эпизодическую у дениса семенихина фильмы где он играл основную роль поэтому сколько я знаю нет протрузии 565 6 позвонок насколько это страшно какие противоказания есть вашими сушите поверьте мне процентов 70 из тех с кем вы занимаетесь в клубе до имеют и такие протрузии даже может и грыжи и при этом они продолжают делать я не знаю но знаю одно что когда это продрузия трансформируется в грыжу будет уже проблем в целом конечно видите культуризм чем в этом плане лучше мне нафиг не нужно становая тяга не нафиг не нужно приседания а по в рейтинге вам нужно приседать и тянуть имеет ли раз время прием углей нет разогнанными тагалис плюс ключ набора не бывает разогнанных метаболизм кстати говоря еще одна тема я буду обязательно писать пост на эту тему тема пост на эту тему хорошо символе вот суть будет заключаться лечу что не бывает никаких способов разогнать метаболизм естественным путем без фармакологических препаратов вот потому что большая часть на потребление потребляемых калорий это на на наши внутренние органы берут мозг сердце печень попробуйте разогни разгоните мне работу печени сердце мозга и не и в принципе можно наверное бежать думать и не знаю как нибудь печень свою гробить чтобы она как как сумасшедшая вот на как вариант именно ваш упражнение грудные мышцы к вы развиваете грудные я не помню что делал все подряд делал уже масштанга делал же на дантеле но то что я скажу в очередной раз ничего нового нет упражнения которое являлось бы уникальным идеальным или максимально эффективным если бы такое было то все вы делали одно упражнение но что-то я не видел вот таких людей после ровки ног на следующий болят только ягодичные приводящие ну андрей вы такой же как и я вы колено до мира таза доминантный приседальщик вот поэтому вам приседания со штанги будут растить большую приводящую мышцу и задницу это абсолютно точно работа для пептида не знаю батала нет искать и что было все равняется что будет все прекрасное сочетание замечательная добавка вот очень активно используется кроссфитерами спортсменами которые проявляют силовую выносливость то есть действительно просит лучше сжигает жир чем обычно пробежка сжигает жир больше тот вид нагрузки который больше приводит к большим затратам калорий что значит кроссфит вы кроссфит можете сделать какую-то кроссфит сессию с 5 минут а бегать два часа ну как кроссфит может больше жать если вы хотите спросить будет ли полноценное там кроссфит занятия там вот в таком четком его представлении вот когда они там пашут как умолешенные 30 минут будет ли приведет ли к большим потерям энергии чем 30 минут бега легкого конечно приведет делайте вашу статью про стимулируешь вторение здесь в инстаграме она была недельки две назад ребят практически все все свои посты я хэштегом вот то есть хэштеги линдовер нижней подчеркиваем тренировки линдовер нижней подчеркиваем диеты линдовер нижней подчеркивания спорт пить в день бегу сушки не считаю то есть ну я так на вскидку так думаю там трешечку выступа патина беды беду при диабете первый тип реально я знаю спортсменов я лично знаю в россии ну а если мирового уровня то по моему если ошибаюсь тот же самый дориан яд шестикратный мистер олимпия является диабетик что делать если одна рука в обхвате меньше другой как можно сравнить размеру тренируйте и больше кстати говоря это наверное будет то ли первый то ли второй ролик который я сниму на своем youtube-канале относительно отстающих мышечных групп креатин плюс амфетамин перед рам понятия не имею вообще не понимаю то есть где вы таких сочетаний набрались нас яйца желтком или белком я все вместе я не могу накидывать продукты для меня это я не так воспитывался если так уже говорил про проще при тренировке косых мышц пресса талии визуально станет шире ну сушки никто этого не знает но скорее всего да у меня встал у меня вот даже сейчас но посмотрите на того же этого самого китайца как вызывать там чулсун дали у него ему косые его сделали в принципе его визитной карточкой просто если есть масса сверху то это будет очень неплохо увидеть кстати друзья сегодня у нас такое что второе 6 числа 6 это в понедельник а в питере открывается зал и мы начинаем тренироваться онлайн классы мои мужской и женский класс мышечной специализации то есть те у кого цвет руки ноги плечи бицепс трицепс присоединяйтесь ссылка в шапке профиля так что думаю это будет вовремя и химик и мудила вот сейчас мы его отправим определён так четверг день супа нет нет четверг и несут но они иногда меняется сколько процентов килокалорий должны оставлять угли как правило как правило 20-25 процентов содержится белковой составляющей порядка 20 процентов содержится жировой и соответственно все остальное порядка 50 насчет углеводов может сушиться только диеты без карты конечно можно как часто прокачивать ноги и спину насколько это важно сучка часто почему вы считаете что многие спину должны качать как-то иначе нежели там например там дельтовидные икроножные бицепс или трицепс как-то чем вызваны вы же знаете что есть такой формат тренировок который называется футболе то есть все тело тренируется за один раз и этот формат ну по большому счету наиболее оптимальный для 90 процентов из нас то есть в три раза в неделю тренируетесь все тело значит три раза ноги три раза спину три раза бицепс просто объем нагрузки должен быть естественно здесь смодерирован вами делайте тяговые упражнения считаете что бицепс работает опускай не напомню у меня грыжа 32 сантиметра и не знаю может не бывает грыж 32 сантиметра вот ну не бывает хотя подождите не бывает вы чего какие 3 вы понимаете чтобы 32 сантиметра грыжи муж вы что какие вред для опасности но то не знаю не слышал неправильная стоит ли оставлять план тренировок или можно хаотично заниматься любое план тренировок ну олег ведь у вас 5 миллиметров а у парня здесь 32 миллиметра ну так не бывает он ошибся вот любая программа будет лучше чем ее отсутствие ну понятно что не просто программа из интернета здесь но в целом программа позволяет вам структурировать и она обладает педагогическим эффектом вы можете отмотав назад дав через неделю две-три месяца как о вот здесь вот вот здесь вот вот скорее всего из-за этого из-за этого из-за этого результаты были не оптимальны на массе голову спать можно ложится можно тором обращается она тяга писать программ на старение вес 90 нормально смысле нормально ну вот у вас 50 килограмм на 12 нормально просто если вы спрашиваете если какой-то таблица нормы там вес 90 килограмм мужчина то я таких не видел если вы спросите у powerlifter он вам скажет что это не вес абсолютно если вы спросите у какого другого человека он скажет ну вот нормально я просто не понимаешь нам что принимать чтобы быстрее восстановить центральную нервную систему ночью плохо сплю после я вам советовал со сном определиться то есть вам не нужно принимать что-то для восстановления cns вам нужно принимать что-то для восстановления и нормализации сна а здесь я вам посоветовал бы посмотреть сторону каких-то веществ содержащих в себе гамма-аминомасляную кислоту вот это может быть аптечный аминалон это может быть габа в виде добавки это может быть трептофан и его какие-то производные вот 5-гидрокситриптофан это может быть в конце концов мелатонин и будете спать на чем вы сейчас зарабатывать на том же на чем два месяца назад я продолжаю тренировать консультировать людей оказывать услуги соответственно у меня по-прежнему есть мой онлайн класс который никуда не делся ну понятно что там количество людей уменьшилось но тем не менее что пить для снижения боли после ничего это дорога в один конец если у вас боль вызвана травмой то понятно что вы можете пить и не сироиды противовоспалительные какие-то другие препараты а просто так после тренировки дорога в один конец и нервный пост тренировок ну говорю вот вам нужны понятно нервы тут уже круговая порука вы не понимаете почему вы не спите из-за того что ваша cns сдает сбой или она дает сбой потому что не спит вот антидепрессанты не тормозят рост мощной массы я не знаю мне сложно ответить я никогда так прицельно не 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 исследовал вопрос есть на два человека йода дефицитным что будет обидно если на человека йода дефицит это будет обидно я не знаю я как-то вот в курсе жим 160 при весе 90 без поля это хороший результат хороший опять же да то есть ну я опять же я видел людей которые жали таких цифр вообще для просто даже представить себе не могли даже на химии и видел людей которые жали больше да то есть не использует ничего но в целом на мой взгляд на мой взгляд если взяток среднем полицию ну наверное среди так 90 килограммовых непрофессиональных спортсменов я думаю несколько процентов пожмет 160 амина x процентов любые проценты аминокислоты можно пить новичку выправить осанку на какие упражнения фокус уменьшить количество упражнений на грудные мышцы которые естественно будут скруглять спину до увеличить количество упражнений на мышцы спины и конечно разгибатели машу рукой вам привет за привет с его на просто зал и втк нет да слушать торговых комплексов кстати говоря вот это будет ну действительно жопа так хорошим по-русски вот да спасибо с новыми зубами в 48 лет черни полу 20 спасибо вот в торговых комплексах слушать его прямо действительно проблема прикиньте вот зал с отдельным входом и зал в торговом комплексе и хрен войдешь в упражнении может было при трех грудных мышц сколько угодно стоит ли летом во время кардио питер карнитин я пью мне легче конечно условно стоит вот как там такой знать стоит не стоит я пью сделать сна в чеченской республике было два семинара в грозном у меня два или три это повысить выносливость при кардио сушите я не специалист правоемообственность я побежал первый день я еле пробежал один круг через неделю я бежал уже два круга тоже с трудом через неделю я бежал уже четыре круга да и это легко сейчас я бегу уже там я не знаю ваш организм сам адаптируется с точки зрения ну слушайте на слову поменял карту нет у меня остались как бы основа зубов осталось тоже да да здравствуйте здравствуйте имеет ли смысл убирать массу только на сложных углеводов должно быть какой-то с нашим сушите ваша кровь в конечном итоге попадает глюкозу конечном итоге и вопрос имеет ли смысл и ну как бы с точки зрения пользы для здоровья да то есть минеральных веществ содержащихся клетчатка лишь сложные углеводы лучше и от этого надо идти наверно если вы не можете на есть сложных углеводов необходимое количество большинстве своем вам придется добавлять вот не вредный прият жиросжигателя если не превышает рекомендованные сроки приема и дозировки нет не вредно читали книгу фитнеса одиночной камере нет мечтал и слышал что-то не читал эффективно ли кета на набор на мой взгляд нет но опять же повторюсь это на мой взгляд мелатонин не вреден почитаю от я не знаю насколько я знаю ничего такого вреда просто без хороших ног нельзя добиться хорошего нет не правда прям вот неправда вообще то есть мне жарко что делать не приношу просто скинуть вес поможет ребят вот сейчас вот была жара участник спал и я в этот момент как раз вот умудрился там вот там у меня правда сейчас жира не мог там в принципе я как бы сейчас есть такой как бы уже подрезанный а вот мне гораздо легче переносить гораздо легче переносить жиров альфа-липоеву нет не пью что вы думаете дм а если ошибаюсь это что-то что содержит себе герань или экстракт герани отрицательный категорически отрицательный получится быстрее же жир есть пробежка в открытеле что посоветуйте л-карнитин позволит давайте так если вы бежите ровно столько же л-карнитин или любая другая добавка которая напрямую не соответственно зажигание жирный то есть если вы выпивая карнитин пробежите на 100 метров больше или пробежите там в горку или поменяете объем тогда конечно да а просто от того что вы л-карнитин будете пить но при этом не увеличивать объем выполнены нагрузки конечно ничего не изменится сколько во время тренироваться по одной и той же программе но при этом веса добавлять столько сколько вам требуется вот прямо вот сколько вы растете вот был бы странно представляете вы тренируетесь увеличивается объем увеличивается вес а вам подходит чувак и говорит слушай под программе это вы говорите а зачем ну программа же надо менять зачем я вот три месяца тренируюсь и вот за три месяца плюс 7 килограмм веса плюс 20 процентов или 15 вес на штанге зачем все же хорошо как долго можно худеть до желаем процента жирного дел перерыв вы обязаны делать перерывы в виде рефидов и виде перерыва не на диету об этом конечно так с двух словах не скажешь но в целом да планирует ли вы еще грузить информативное видео на youtube да да обязательно я сказал первое видео на youtube будет о скорее всего либо сравнение статодинамики многоповторки и второе отстающей мышечной группы просто мы не снимали ничего все закрыто ребят куда людей раздражать думаю помимо того что вы являетесь специалистом победил вы могли бы стать магистром игры что где когда ну не сахит после курса сушки при переходе на вас отдавать про чем футболь на 68 нет разник ну смотрите вы имеете уже тренировочный стаж тренировочный опыт раз вы уже там масса сушка да то есть как бы ну у вас уже должны быть какие-то свои наработки если вы как бы вообще нулевой да то есть прямо вот только сейчас пришли в зал его час похудели хотите набирать ну я бы вам рекомендовал остановиться там в диапазоне там 10-12 повторений но и у вас должны быть что за белые нет это обычно зубы и сушки почему вы стали таким грустным с чего-то вдруг а всегда возникает резко новое время тренировки на последний повтор их сильно будет не знаете смотря чего если приседаний во время приседаний со штангу меня есть свои версии жим столь и жим сидя ну слушайте я против жимов вот я зажим в тренажере я считаю что степень драма опасности не сара несоизмеримо с теми дивидендами которые можно получить но это мое отличное мнение но если уж делать то делайте стоя как выяснилось стоя нагрузка на поясничный отдел будет меньше опять же что меня тоже удивило но тем не менее есть такие следы кардиоли силовые для похудения давайте так его спрошу ксении если вам ставят вопросов говорят выбирай либо это либо это и больше не шаг ну наверное тогда все-таки кардио потому что кардио суммарно то есть моменте сжигает каши больше калорий и кардио можно выполнять на более ну а почему у вас такие условия почему нельзя сделать кардиосиловые цитрулин от оптимума сейчас на на россии нету на дефиците два месяца вес стал как преодолеть плата прекратите в два месяца на дефиците энергии вы должны были за два месяца сделать как минимум три-четыре рефида даже больше 45 и если мы их делают очень сразу на ваш взгляд лучше бодибилдой россии всех времен сушки я не слежу современным я очень сильно уважал то поколение когда выступал александр вишневский то есть ну я на них воспитывался на них смотрел ходил на соревнования поэтому конечно сами в этом плане лучше было тогда как выровнять липидный профиль сушите все зависит да вот причинного повышения кто-то стоят я пример пью статьи потому что моем случае да можете не говорить что не доказано доказано в случае когда у вас есть проблемы с артериальным давлением с жидкостностью крови и с холестерином врач не прописал веганский быца или быца если разница по эффективности думаю нет вы знаете про какую-то свою нет не знаю ну честно говоря как-то вот не знаю вот гипоксин для влечения вынослить актуален я читал что актуален не пробовал честно стоит лепить алкоголь по стряновке у нас такая же равана что грех не пустит пару бутылочек пену слова стоит видите как вы задали если так стоит вопрос то нет не стоит если вы скажете суши а вот бутылочку создану вот но иногда вот прям так хочется курса доните если скажите ска после каждой тренировки я выпиваю литрушечку пива я скажу дружище ну как бы это не это такой так себе вариант то есть эффективность ваших тренировок и нагрузка на организм целом как бы она становится прямо избыточной александр фиоры близки вам друг или просто хорош на ком нет нет дружеских близких отношений нет конечно мы знакомы мы планировали снять с ним видео кстати говоря это сделаем вот кстати говоря да 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 еще ку турист который сушки наверное я какой-то имея имея какие-то другие принципы выбора культуристов они все из питера что федоров александр из питера что саша шневский из питера что андрей пугачёв из питера мой первый тренер да то есть поэтому наверное я тут не объективно а вот головы головы головные боли чувства неуверенность потери аппетита настроения на сушке чтобы стоять вниз углеводку плюс суставу нехорошие симптом прямо нехорошие то есть прям не знаю то есть я на вашем месте сделать бы перерыв диете ничего бы не потеряли или опять же вопрос крифитом не может того что вы выполняя рефиды чувствуете себя так как вы описали без 100 килограмм появились бака и животик как убрать не скинув вес маловероятно вес все равно будет убира уходить просто вы за счет силовых тренировок меньшего объема то есть например вы работали на массу и делаю там 15 подходов в неделю на грудь да сейчас уменьшите объем снизить количество калорий уменьшить объем там до половины примерно ну или до там 60 процентов если получается принимать белок менее 2 грамм на него есть надежда мышечная масса будет расти есть наверняка будет расти кого из пауэрлифтеров считаете лучшим сушите у меня друзья пауэрлифтеры и поэтому я их считаю лучше просто мои близкие то есть которых я считаю то есть но опять же я не объективен да не поэтому тут метро мне трудно сказать да мы дружим с кириллом сарычем с мишей кокляевым с и варам из латвии да то есть мало ничьев прямо ну как бы очень теплые отношения звезды поэтому я не знаю кто из них лучше все крутые сыру точно преды хорошее опцию внутри что берите все родины минимализм бред ну нет почему не бред нет не бред на мой взгляд вес 89 около 16 стоит на месте тренируюсь более пяти лет как увеличить мышечную массу ешьте больше отказанные повторы нужно ли нет нужно на мой взгляд нужно об этом писал пишу и буду писать могли бы стать веганом думаю учитывая то что я умею преодолевать трудно имеется ведут мне нравится внутренние челленджи если кто-то сейчас из вас скажет стас тебе слабо стать веганом и это будет прям такой вы вот прямо вызов завтра 100 вот завтра 100 похер вообще все то есть ну не думаешь кому-то в голову придет может быть я сам созрею на это крайний раз махался на улице давно давно ну это не месяц не два не три ну как-то не приходилось почему-то наши герани потому что знаю какие побочки от нее и лично используют как не хельсинки ребят красивый город люблю хельсинки давненько не был последние годы до хельсинки не доезжали все останавливались районе и матра лабинранты и салонлина вот и вам спасибо как вам это голосование ожидаемо до кубики появились да ну я не знаю что-то а ладно слушать не буду вот давайте за ним партию спортсменов ну хороший вариант если цель большие руки то делать упражнения бицепс 30 переносить начало тренировки правильная идея ну в целом до принцип приоритета то есть те мышечные группы которые требуют большего внимания они требуют соответственно более свежего центральной нервной системы и количества энергии в вашем организме поэтому конечно если вы сделаете вынесите руки в самые последние в самый край тренировки боюсь что качество тренировки будет ниже почему время тренировок но человек может стать плохо не только в тренировке ног но и во время любой тренировки я таких красавчиков и красавиц десятки которые сахар падает и все чем больше мышечные объемы тем больше запрос организма на глюкозу и когда вы на голодный желудок приходите понятно что на приседание количество мышц участвующих и запрашивающих энергию гораздо больше а выход силы на 2 сделаете ну макс посмотрите вот в stories у меня сегодня выход силы ну на мой взгляд он на 2 деньги или честь видите если бы выбирать если выбирать то конечно честь я имею ввиду но я не очень понимаю почему нужно выбирать почему нельзя как-то относиться к деньгам зарабатывать их и быть при этом честно да ну и опять же наверно все зависит от ситуации представьте себе что у вас ребенок с голоду умирает или кто-то из родителей надо купить лекарства а вот и если не купить и он умрет или она умрет вот у вас два варианта идти честно писать жалобу вот или пойти наперекор своей там совести сделать что-то вполне возможно не совсем однозначно но спасти я думаю что вопрос масштабов челлендж подсига фарш наверно вы давайте стоя нагрузка меньше и бы лучше идет амортизации совершенно верно саша я не буду сейчас выдаваться до слез газеты сушки до решила три месяца вообще то есть я полностью убрал вообще все то есть у меня было но это не секрет я уже говорил об этом я оставил раз 40 дней там зависимости от когда забывал мне реже то ли 40 то ли 45 дней иногда даже на 50 не доходил одну инъекцию выписанного мне это важный момент не купленного где-то там подворотни в аптеке препараты не беду вот и я подумал нафиг мне надо в общем даже газеты вот потому что мне газеты нужно не для того чтобы растить мышцы для того чтобы поддерживать тот ритм жизни который у меня был а я так вкратце расскажу что у меня обычно за один год бывало перелетов от 150 до 200 то есть я я вообще не то есть я дома бывал там не знаю там полгода соответственно все это бессонница и мне нужно было нормальный уровень тестерона чтобы работать и жить не умереть просто физически а сейчас мне не нужно я подумала что такого то слушать вот заодно эксперимент во время сзади болит голова сильно дружище смотрите что я думаю вы кладете штангу себе на плечи соответственно то что я понял она начинает передавливать то есть и кровоток у вас начинает нарушаться то есть кровь поступает к мозгу у меня как было я приседаю вдруг у меня начинает прямо как у вилл в голове вот как колоть сильнее 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 и я понимаю что как только я штангу смещаю опуская вниз или кладу подкладки под нее мне становится легче я думаю что какое-то смещение в шейном отделе потому что там не прошло мужчине 50 лет на какой пасовой зоне нужно тренироваться для снижения веса вы прекратите ориентировать мужчину 55 лет на на пульсовую зону ориентируйте его на самочувствие если у него замечательно все с тренированностью до главное чтобы это было в рамках верхних значений не перепускаю не переступает там максимальное значение максимальное значение ну там на уровне там 150 ударов да ну конечно не надо держать ее ну просто вот так записи оставить отвлек с работе до ставлю можно тренироваться каждый день можно просто по чуть-чуть спасибо и вам спасибо какое у вас зрение сушите я не помню минус полтора что ну вот говорю на диете зрение просто я неделю назад вел от эфира я без очков сидел сейчас ничего не вижу вообще я тоже как вы легко атлет были у вас боли надкосницы как ну я не думаю что легко атлетическое прошлое как-то объединит наши травмы да я метатель копья да то есть у меня не было когда проблем с надкосницей да поэтому мне трудно ответить на этот вопрос спасибо что начали меньше снимать свою еду stories ну пожалуйста да ничего снимать просто ничего не жжу а тренировка с резинкой до отказа сильно отличать вообще не отличается вашим мышцам вообще все равно вы хозяин своего тела вы даете сигнал мышцы сокращаться она сокращается а что у вас руке гантель штанга понятно что там есть исследование которое пока это чуть лучше это чуть хуже но так или иначе все равно речь идет о исключительно повторюсь исключительно о умении работать целевой мышечной группы какие предпочли использовать упражнение на ноги тазо-доминантным как вы любые упражнения при котором вы можете назвать вот глядя на это упражнение что происходит активное разгибание в коленном суставе просто при тазо-доминантном стиле происходит активное разгибание в тазобедренном суставе к тазобедренным и естественно растет жопа ну опять же большая приводящая мышца а ваша задача сделать так чтобы основной целевой мышечной группы участвующие по разгибания бедра было передняя поверхность то есть условно говоря три пучка четырехглавой мышцы ну прямая мышца бедра там не участвует у него а что думать добавки глютамин как сушите я пью вот я сейчас на фоне всяких инфекций вот этих я пью глютамин и и делаю это абсолютно как бы осознанно вот порядка 10 грамм принимайте если был перерыв есть смысл состав так этим грузится нет нет смысла в чем а ключево гриль уже включили гриль нет нет не нужно грузиться креатин не надо не надо зачем вы сейчас и так начнете прогрессировать вы так будете расти ну зачем нет вы занимаетесь две три четыре неделечки пускай ваш организм начнет сам получать я объясню принятие использование добавок носят еще и педагогический эффект педагогический то есть вы берете садитесь на диету я условно и в первый же день жиросжигатель и карнитин кардио диета там и что-то еще там я не знаю и да конечно вы стрельните сразу стрельните килограмм там условно там на 7 на 8 за там полтора месяца а потом будет станете и вопрос чудо что делать ну явно в 8 килограмм как бы это вряд ли это та история которая вас устроит или 7 а когда вы делать это постепенно включили кардио не просто диету оба три неделечки диета вам килограмм чека 20 отлично чувствуете притормозила диета включили кардио оба кардио еще парочка грамм накинул включили добавили карнитин чуть-чуть по интенсивной стали заниматься а по еще добавили жиросжигатель еще то есть понимаете да логику так и здесь вот бывает чувство когда аж хочется принять нагрузку бывает прям бывает прям вообще бывает вот но я как бы себя в этом смысле ограничил вот бишки привет что для вас главное в жизнь вы слушаете знаете вот такой вопрос если бы мне задали 10 раз подряд в разное время там сегодня завтра я наверняка отмечал по-разному потому что разное настроение но это все равно будет вращаться вокруг здоровья и жизни моих близких не важно то есть это жена и дочка это брат как бы друзья то есть как так если бы у меня был выбор да то есть вот ценой по большой ценой обеспечить так чтобы у них было все вот вот все в этой жизни гарантированно я бы это сделал я так думаю знаете тяжело говорить о том что вот это сейчас такой весь гордый себя вот возьми сделать не знаю но мне кажется я бы ради этих людей бы сделал если бы я понимал что там что-то отдав включая там свое здоровье или жизнь я могу сделать какую-то пользу явно я бы на я так думаю повторюсь да то есть это не такое там бахвальца но мне кажется я пошел на это потому что я видел страдания своих близких я видел немощь своих близких я видел как умирают близкие мне люди я видел как они голодают и я не хотел больше в это видеть ну если бы была возможность помочь я конечно изучаю тема пищевой аллергии к причину отечеств нет признаюсь не изучал в смете девушки лучше или за штангой ягодицы бицепетра опять же посмотрите какой тип приседанию девушки знаете это опять же тот же вопрос почему одна девочка приседает растет ягодица другая приседает растут 4 глава внизу они разными частями тела приседают база в базовых упражнениях всегда так накладывать такие ужасно колхозные песни свои истории саш кровь из ушей но слушайте вот ваша кровь как бы у меня например оставшиеся да там 20 тысяч людей которые посмотрели им нравится да то есть я услышал вас но не думаю что очередь 5 готова ладно так ольга мы супруга продлили каждой своей тренировки можно обратиться в техподдержка чтобы открыли новый месяц 5 июля ольга она и будет открыта 5 июля чтобы чтобы вспомнили до занятия начинается 6 доступ открывается 5 если вам нужно чтобы открылся утром да потому что по моему после обеда открывается вы напишите мне или в техподдержку я вам по ребят это как раз речь идет о наших онлайн занятиях если у вас есть желание мы будем с нашей команды рады вас видеть вы будете получать еженедельный программ тренировок общение в онлайн-чате с тренером то есть со мной с эндокринологом диетологом с нашей натальей ну соответственно все из этого выходящих 42 может приходить на газете гармония в целом хорош я бы не переходил на газеты 42 года если там у вас уровень тестостерона хотя бы там по нижнему референцию 89 если 34 ну конечно какой кардио боли к тем же выжигается на меньше потери мышечной массы любое жиросжигание будет автоматически терять бить по мышечной массе и скорее всего это будет вызвано не типом кардио а размерами дефицита размерами да то есть дадите там не знаю минус 1000 калорий в день дефицит будете сыпаться поставить и 200 грамм 200 калорий дефицит будьте аккуратно будучи грязи набрать мышечную массу можно да а когда вы были в алматы последний раз и что он по раз свой один из моих любимых городов в казахстане точнее казахстане любимый а вот был последний раз будет два назад был раз 67 очень люблю город вот нормально что после коротировки на ноги есть крепатура нет на мой взгляд не норма точнее как бы вот она есть слава богу на мой взгляд это не очень хорошо и я на вашем месте бы конечно стал бы тренировать ноги как минимум дважды в неделю еще в идеале трижды насколько тренировки нужно кушать за столько за сколько ваша съеденная пища переварится хотя бы первой стадии переварить в желудке поэтому если вы взяли съели плов с баранины я думаю что вы через два часа у вас будет вот здесь где-то стоять а если вы съели что-то легко усвояемое с небольшим количеством жиров умеренным количеством белков и высокое количество углеводов я думаю что через стану часок уже все там будет большей степени уже где-то там говорят по странировке для восстановления очень полезно управлять перекись народ слушайте вот эта история с раскислением это не ко мне я что-то побаиваюсь если выбирать на соревнования деньги или звание если выбирать на соревновании деньги или звание смысле у вас когда вы выигрываете да да сути по моему у меня не виниры я вот надо игорь Александрович Лемберг игорь Александрович у меня как называется скажите скажите как мои зубы называется по-моему е-макс по-моему называется как-то там ей ну что-то в этом роде ребят клиника доктора леберка все вопросы к нему что он мне поставил я точнее я просто не 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 очень силен в терминах то есть для меня все это винирами называется вот спасибо и вам удачи как всегда очень рассудительно довольно здрасте кстати в казахстане опять задница зала закрывают сушить и я прямо в шоке я боюсь что у нас такой бы герма не случилось какие-то тренироваться сушить а что вас пугает занятиях лет как бы температуры если только но опять же если вы занимаетесь фитнес-клубах слава богу сейчас они открываются вас например в зале стоит климат-контроль 21 градус вот я болела голова от приседа пока дышал неправильно да согласен согласен в инструкции на витамина написано принимать по три таблетки из принимать 1 2 останешься эффективно да останется в зависимости от того как что конкретно как тренироваться ноги с артрозом голеностопа не подскажу портится ли зрение тренировок я не трудно сказать я думаю что есть предрасположенность у меня например мой класс мой спорт мой школьный класс я не учился спортклассе я учился у меня был класс боксеров так получилось вот что я почему-то оказался нифига не боксером не то что я как-то вот я хотел стать сильным и поэтому пошел поднимать штангу я помню среди моих одноклассников была масса ребят очень толковых которые закончили карьеру боксеров потому что их резко начала падать среднее но предполагая потому что они получали по башке думаю что это не относится бодибилдингу опять же наверняка есть какие-то словом стрим никогда не хотели попробовать сушки я когда на года два назад или 32 когда мы были олимпийской деревне у димы клокова там привод привозили я по моему одной рукой толкнул гантель 65 килограмм помощь от 5 а бревном сушить и он всегда в ядерный форум он всегда в ядерный форум говорят штангисты под сорок можно и гармошка добавить на набор делать типа даже нефтестеронье что думаешь думаю в этом есть доля рационального какого-то зерна думаю есть но опять же без углублений я знаю саму сну высокий раз худые ноги и икры беда вообще что делать ну попробуйте например 6 числа присоединиться к моему классу мышечной специализации будем тренировать вам ноги за два месяца уйдете на больших ногах и на больших а на больших вот ну а в целом слушайте высокий рост пересматривать нужно технику выполнения упражнения забыть о приседаниях числе любого сколько управлять коктейли спорта ноги ну вот когда сиделся жестко на диете пил два раза ну я такие по полторы парцайки то есть ну где-то грамм наверно 89 можно пить отсылся на цивиликсату до трех чтобы голова не болела время ой ребят не знаю мне кажется это не та история добрый вечер глютамин 100 процентов убирать аллергии больше трех лет пью вот ребят тут сейчас кто-то скажет вот он сейчас я это не я писал вполне возможно я неоднократно замечал что я и У меня нет клиентов, которые пришли и сказали, хочу руку 50 сантиметров. Нет клиентов, которые сказали, хочу присед в 280 или там 100, там 300. Все, что они говорят, это относится к разряду физкультуры. Ну а как еще человек, который работает там, не знаю, в банке, будет позиционировать себя? Как спортсмен? Я проявлюсь. Как бы никто и не заметит. Все, через минуту будем угадывать. Так ты снимай нафиг. Ребят, я прошу прощения. Я не ожидал, что так быстро пройдет с вами вот это время. Я хочу вам сказать спасибо. Простите, что сегодня был какой-то такой, ну такое настроение, знаете, бывает, бывает веселое, бывает немножко задумчивое. Сегодня я такой вот. Поэтому хочу поблагодарить за то, что вы присоединились, потратили свое время. Надеюсь, кто-то получил полезную информацию, кто-то просто потратил, точнее провел там 50-60 минут своего времени. Всех уже поздравить с наступающим возвращением в зал. Я знаю, что процентов 90 тех, кто смотрит меня, подписан, это люди, которые так или иначе занимаются фитнесом. Я знаю, что многие очень сильно, так же, как и я, конечно, ну оторвали кусок жизни, знаете. В первой неделе я кайфовал, да фигня, вторая, потом я реально начал, ну к концу второго месяца все, я уже не могу, мне плохо. Вот, поэтому я очень надеюсь, что вы тоже сейчас вернетесь, начнем прогрессировать. Кто-то с большим весом, кто-то с большими мышцами, а кто-то будет с меньшим количеством жира. Ребят, обнял, поцеловал, жму руку, до встречи, спасибо, пока, удачи. Продолжение следует...